Так дальше жить нельзя, решил глава семейства Павел Ершов и пока ждал в машине жену, которая бродила по торговому центру, подал заявку на ипотеку. Семья Ершовых живет в однокомнатной квартире. У них подрастают две дочки, Полина и Милана. Старшие 12 лет. Девочкам нужна отдельная комната. Ипотека была оформлена раньше, чем шоппинг супруги подошел к концу. Зашел на сайт, скачал приложение, закинул документы в машине. Часа через два пришло одобрение. Я был удивлен, что все так легко. Вам одобрено сумму кредита, которую я запрашивал. Я отметил электронную регистрацию, там еще скидка 0,3% была. И все документы в банке оперативно направили на регистрацию. Мне никуда не пришлось ехать. И скидку я получил. Все легко и просто. Оформил ипотеку Павел по двум паспортам своему и супруге, а также по Снилсу. Теперь семья Ершова готовится к новоселью в просторной квартире в новостройке. Новый закон, позволяющий банкам оформлять документы онлайн, заработал в России в конце прошлого года. И уже сегодня около 70% банковских клиентов предпочитают оформлять сделку, не выходя из дома. Особенно это удобно тем, кто решил приобрести недвижимость в другом городе. Удобство, в первую очередь, для заявителей, то, что при обращении они в кредитную организацию, они сразу подают необходимый комплект документов для предоставления им кредита на покупку квартиры. И там же они подают документы на регистрацию своего права собственности в последующем уже с ипотекой в силу закона. Чтобы получить кредит на квартиру онлайн, нужно определиться с банком, у которого вы будете одалживать средства, скачать на телефон мобильное приложение, в котором выбрать раздел «Оформить ипотеку», далее следовать инструкции. На каждом этапе сделки клиента консультируют и ведут специалисты. Заявку одобряют дистанционно. Необходимые документы нужно подгрузить в программу. В течение пары часов от кредитного учреждения приходит ответ. В случае положительного решения клиенту вместе с продавцом нужно будет приехать в офис банка, чтобы поставить подписи. Это единственное посещение кредитного учреждения, после чего сделка в электронном виде отправляется на регистрацию в Росреестр. В банк необходимо прийти и подать эти документы на государственную регистрацию своего права собственности уже вместе с продавцом на эту квартиру, которую они выбрали. Не нужно ходить в МФЦ, то есть не нужно занимать очереди, не нужна никакая предварительная запись. Об этом во всем позаботится кредитная организация. Попадая к нам в электронном виде документы, мы их рассматриваем в течение буквально одного рабочего дня. Уточнить необходимые для сделки документы можно на сайте Росреестра. Чтобы регистрация жилья прошла четко и быстро, нужен основной договор купли-продажи, сам кредитный договор, а также согласие супруга на сделку. Если согласия не будет, сделка также будет оформлена. Но сотрудники Росреестра сделают отметку о том, что сделка совершена без согласия третьего лица. В случае конфликта между супругами законность покупки может быть оспорена. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События.